Ребята, всем доброе утро! Сегодня мы готовим на завтрак тосты, в том числе сыра. И просто я еще поджарила хлеб. Будут вот такие тосты с глукамоле. Так, все это делаю в мультипекаре, в своем Редмонденском. Кто спрашивал, как называется, вот Редмонд, покупала, по-моему, в Ситилинке. Не помню, в общем, в лобокте продается. У него съемные панельки. Сейчас расплавится сырок. Будем доставать. Я вообще часто готовлю, ну не часто, просто готовлю вафли сладкие. Вот, все готово, достаем тост. Готово. Готово. У нас сегодня праздничный завтрак, 8 марта. Сладости, орешки, фрукты, блинчики, глукамолик, тостом и кто хочет йогурты. Всем прекрасного дня и приятного аппетита. Девочки, милые девочки, милые женщины. Поздравляю вас с праздником, 8 марта. Хочу пожелать вам прекрасного настроения, чтобы в вашем сердце и в вашей душе всегда была, всегда была любовь, чтобы вы всегда были в ресурсе, в настроении, в хорошем. Чтобы семья всегда вас радовала. Если в семье будет женщина счастлива, то и вся семья будет счастлива. Пожелаю вам счастья. Вот, ну а в этот прекрасный день солнечный, день 8 марта, я решила сварить вкусный борщик. Он будет особенно вкусным, потому что он будет приготовлен с любовью. Вчера уже сделала заготовку, сварила бульончик, но у меня уже докипает, варится. У меня картошка и в заморозке у меня была зажарка. Здесь свекла, морковка, лук, все уже как на обычный борщик. И мы будем еще сегодня добавлять капусту. Решили сделать щи из кислой капусты, но я сделаю борщ из кислой капусты. Вчера взяли в Агрохабе вот такую капусту, буду ее в самом конце добавлять. Слушайте, такие заготовки очень удобно делать. У меня практически все готово. Картошку закинула, она проварилась, заправка, и осталось сквашиной капусты сюда добавить. И праздничный борщ готов. Все, капусту добавила, сейчас немножко закипит. Пару минут прокипит и выключу. Ну а я поеду на реснички. Сегодня записано, у мастера было время только на 8 марта и позже. Я решила записаться на 8 марта, они уже отросли. Сейчас будем снимать и делать другие. Буду делать 2D эффект. Уже в третий раз делаю у этой девочке, мне нравится. Хорошо она делает. Сейчас покажу вам, что будет после. Вот так они выглядят после коррекции. Неделя, наверное, 2,5-3 евро хожу. Не видно на солнце. Но уже они такие тоненькие стали. Сейчас будем делать попышнее, пообъемнее. Ребята, не погода, а просто шик. 17 градусов. Ну 16,5, практически 17. Пальмы, солнце. 17 градусов. Сказка. Непогода. Так, я вернулась с ресничек. Такая вот у меня получилась красота. А еще у нас сегодня будет пикничок. Мы пришли на море. Нам сделать пикник. Давай, Кириша, доставай наши закусочки. Доставай пикник. Кирюш, смотри, там соевый соус протекает. Оставь его вот сюда, на камни его, на камни. Вот так поставь, пожалуйста, на камни. Вот так вот. Да, в какой-то там капает. Доставай роллы. Мы в нашем... О, там чуть-чуть у меня все потекло. Чуть-чуть все потекло. Аккуратно, Кирюш, доставай. Там уже все потекло. Мы заказали роллы в Tokyo House. Палочки тоже, да, протекли? Вот ребят, кавказский вид. Вон там? Вон там? Вон там. Ну, правее, если правее видно, там видно. Так, достаем. Блин, он идет опять. Наггетсы. О, грязь. И Симба тоже, кстати, с нами. Симба! Он на запах пришел. Такие вкусные роллы. Зеленые идут от глаз. Ара. Что, Гришулечка? Ну, вот это. Что это зеленое такое? Не знаю. Слушай, и именно мрун какой-то. Будем встречать закат сегодня. Симба, он просит, наверное. Симба. Симба, он просит, наверное. Дедушка звонит Грише и показывает Симбу. Симба, что может быть, облик? Да. Все, мы после себя все собрали. Все убрали, весь мусор. Вот такой красивый закат сегодня. Идем домой. Симба, кстати, весь пикник был с нами. Симба, если что, это мальчик. Понравился вам пикничок, Гриш? Вот, прекрасный день в копилочку. Сейчас я вам покажу, как кайфуют наши черепашки. Пока они меня не заметили. А, там уже заметила. Майка слетела у меня. Сейчас его покажу. Вот так залезают они на камушки. Выставляют лапки в разные стороны. И наслаждаются солнцем. Одна вон нырнула, меня увидела. А вторая ей пофиг. Она все равно сидит, греется. Я им воду поменяла, камни положила. Они залазят на камни, греются. Кстати, белье вот так развесила. Потому что у нас очень жарко на солнце. Мне кажется, здесь плюс 30. Хотя еще март, начало марта. Просто. Все, все. И вторая тоже. Быстрее, быстрее. Заметили, заметили их. Вообще класс. Скоро все зацветет. Все, что еще не зацвело. Будет все зелененькое. Решила сегодня посмотреть рецепт в инстаграме. Рецепт баклажан. Итак, баклажаны пополам разрезаем. Готовим смесь. В мисочке смешиваю соль, черный перец, специи для курицы и масло. И вот такая получается жидкость. Эту жидкость распределяю на баклажаны. Натираю и в духовку отправляю. И в конце уже за минутки 3 до готовности кладу сыр и помидорки черри. Получились вот такие вот запеченные баклажаны практически, как основное блюдо. Вот. И еще я сегодня приготовила курицу в чесночном соусе. Я ее готовила в духовке. Потом на сковородке растопила кусочное сливочное масло. Добавила чеснок, добавила курицу и взяла все сливками. Получилась курица в чесночном соусе. И на гарнир у нас будут макароны. Всем приятного аппетита. Сейчас будем пробовать. У нас, кстати, еще джонджоли здесь. Чесночок маринованный. И капуста, тоже квашеная. Всем доброе утро. Время 7 часов утра. Я приготовила завтрак на скорую руку. Вафли с сыром, с тунцом. Тосты, сардельки, йогурты. Мы сейчас будем завтракать и отправляться в маленькое путешествие. На двухэтажном поезде, точнее на двухэтажной электричке. Мы поедем из Батуми в Тбилиси на 3 дня. Птенечки наши просыпаются. Кирюшка еще там валяется. Сейчас надо тоже его звать завтракать. Будем быстренько надеваться, завтракать и выходить. Потому что у нас электричка 8.06. Нам нужно еще доехать. Сейчас будем уже выходить. Так, Гриш. Вызвали такси. А Кириллу отправили мусор выкинуть, чтобы в такси не везти его. Он бегал, носил. В кофте, в толстовке и в шапке. Ой, будь здоров. Вон и Симба нас провожает. Мы приехали на центральный вокзал Батуми. Находится недалеко за городом. А вот стоит уже нос нашей электрички. Гриша называется скорой помощи, потому что там крест. Гриша думает, что это скорая помощь. Но это электричка. У нас места на втором этаже. Смотрим. Много людей. Такая вот электричка. Двухэтажная. У нас четвертый вагон. Вот там все чистенько. Но отсюда выглядит красиво. Сейчас со второго этажа будем наблюдать пейзажи. Так, вот такие здесь сиденья. Есть столики. Кирюша все уже подключил. Артем сидит там. А мы здесь. Красава. Кирюша все уже подключил. Красава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, 5 часов и мы в Тбилиси Вот так называется вокзал, куда приезжает из Батуми электричка Так, ну что, ищем остановку Раньше фабрика была, переделали ее в хостел А там внизу каворкинг, наверное А там внизу каворкинг,えー, ищем, выжить поделали ее в хостел А там внизу каворкинг, переделали ее в хостел Вот так называется наш отель, в который мы заселились. Вайнрок отель. Похож на замок с решетками на окнах. Так, ребята, сейчас я вам сделаю рум-тур. Номер просто суперский. А ты сразу в холодильник? Обязательно сразу в холодильник. Так, вот вход. Мы заходим. И сейчас от первого лица буду вам показывать. Заходим. Я показывала. Так, туалет покажем в конце. Тут, получается, у нас комнаты справа. И слева, как студия, кухня-диван. Вторая комната тут будут спать дети. Давайте начнем вот с этой комнаты. Тут можно поставить обувь. В принципе, вот наши ботинки. Наши ботинки по всей комнате здесь уместились. Сюда уголочек. Так, заходим. Ну, тут кровать. Подсветка, да? Что еще? Еще свет. Тут, я так понимаю, климат-контроль, наверное, можно настраивать. Здесь батареи, которые надо подкрутить и отключить, потому что очень горячо. Все такое чистенькое, аккуратное. Телевизор. Там, наверное, вентиляция, я так думаю. Все такое, ну, относительно новое, свежее. Все выглядит аккуратно, красиво. Тут у нас зеркало. И самая фишечка, это вот балкончик. Выходим, открываем дверь и попадаем вот на такой шикарный вид на реку Кура. На улице 22 градуса. Сегодня у нас 10 марта. Тут можно посидеть, отдохнуть. Вечерком или днем. И вот такая красота. Мы в старом городе. Вот здесь на скале мы находимся. Там находится Артачала автовокзал. Вот там находится центр города. Здесь поднимаются... Фуникулер называется, да, наверное. Вот здесь церковь. Еще одна церковь на горе. Вот мы в самом практически центре. Меркури отель вот напротив нас. Что тут еще видно? И вот если сюда заворачивать, тут находится памятник. Покажу вам попозже. Вот такие красивые лодочки здесь разъезжают. У нас прям под окном. И можно посмотреть. Вот здесь вот тоже балкончики. Люди отдыхают вечером. Мы, наверное, на самом высоком. Выше уже. Ну, вон там еще выше есть балкончик. А мы на самом высоком в этом отеле. Вот это, кстати, соседский номер. Он вроде бы не занят. Видите, какой маленький уголочек от балкона. И у нас вообще самый, считается, шикарный балкон. Красота. Вот. Проплываю там с музыкой, наверное, с экскурсиями. И вечером здесь будет все красиво подсвечиваться. Ой, как мотоцикл сильно слышно. Так, и пойдемте в другую комнату с вами сходим. Зайдем сюда. Тут, кстати, тапочки дали нам. Всякие принадлежности. Ой, у меня отрвала навеску. Всякие принадлежности в ванной. Ну, давайте сразу зайдем. Покажу вам. Нам дали зубные щетки. Почему-то только две, хотя нас четверо. Гели для душа, шампунь и мыло, фен. Просто я не брала фен, Артём говорит, не бери. Фен, кстати, есть тут. Что? Тоже сантехника вся чистенько, свеженько. Единственное, вот эти пятна, они так выглядят, как будто это грязно. На самом деле, это такая плитка. Полотенце-сушитель, душ. Пока мы воду не пробовали, как все работает. Полотенце для рук, но полотенец дали очень много. Там, мне кажется, по три на каждого. Ну, в общем, мусорка здесь. Все есть. Стиралки только нет. Ну, вот. Если прям надолго, а так на несколько дней, если то, отлично. И здесь диванчик. Его сразу разложили. Дети отдыхают после дороги. Много полотенец. Стол обеденный. Телевизор. Вода. Микроволновка. А, кстати, сказали, что это все в подарок. Бутылка вина Саперави. Минеральная водичка. Сахар, кофе, чай. Это все нам дали. Тут из посуды тоже посуды немного. Две тарелки. Что-то здесь все на двоих, в общем. Два стакана, два фужера. Все на двоих. Так, такая комнатка. Если холодно, есть отопление. И, внимание, шкаф. Показываю вам. Есть еще один балкон. Он выходит на другую сторону. Получается, мы были вон там с вами. Выходили туда. А это мы поворачиваемся, выходим на балкон. Но я так подозреваю, что он общий. Потому что есть дверь еще вот эта. Она дверь с коридора, с лестницы. И вот второй балкончик. Можно выйти сюда. Так выглядит старый город. Люди тоже заселяются, наверное. В наш отель или на борт уезжают. Уезжают, наверное. Вот такая улочка. Города. Города Тбилиси. Я сказала Батуми, да? Города Тбилиси. Вот так выглядит. Узкие-узкие улочки. Здесь даже машина очень сложно помещается. Погодка шикарная. Сейчас пойдем гулять. Где-нибудь покушаем и гулять пойдем. Такая вот красота. Еще здесь живут котики. Вот один черный. И второй вон тот белый. Они живут не в самом отеле, а там есть такой маленький коридорчик. И вот там они живут. Вот такие вот. Вот такие вот красоты. Нашла еще халаты, наверное. Это ничего себе. И халаты, и полотенца. В общем, все супер. Нам нравится. Классный отельчик. Я прям его буду рекомендовать. Так, мы идем в кафешечку. Сейчас гуляем, кушаем. И потом идем. Несколько вариантов у нас. Мест, где мы хотим побывать. Сейчас вместе с нами. Берем вас с собой. Смотрите, куда мы поднялись. Где Барбарис? Какая красота. Смотрите, какой отсюда шикарный вид. Мост дружбы, шар. Это называется Метехский храм. Одно из самых популярных мест в Тбилиси. Сейчас мы спустимся. Там можно. Такая площадь есть. Вот ведь вечером подсвечивается. Вот здесь она. Кирюш, пожалуйста, аккуратно. Очень страшно. Тут очень страшно, ребята. Просто очень. Слушайте, я вам немножко расскажу. Первый храм на этом месте был построен в Ахтангом Гаргасале. Здесь же находился его дворец, возможно. Вот. Около, ну где-то 432 год. Вот здесь. Первые упоминания в письменных источниках. Так, так, так. Имеются сведения, здесь молилась царица Тамара. А в 1235 году, во время нашествия монголов, храм был разрушен. Затем его заново восстанавливали. Восстанавливал, как говорят, царь Ираклий 2 в 1748 году. Какая красивая, да? Статуя. Смотрите, какие красивые домики. Как же красиво. Смотрите, какие есть автобусы с экскурсией. Садитесь и все рассказывают. Ну, по-моему, здесь на английском языке. Смотрите все, достопримечательности. Куда вы на пространстве идете? Не знаю. Под дорогой, наверное. А вот вид с моста. То есть, свечки можно поставить. Да. Мы сегодня гуляем ножками. Проходим памятник, написано Николя. Мужчина с овечкой. Вот сюда мы пришли. Нам порекомендовали. Ну, давайте. Кирюш, у нас с Артемом пробует чебуреки грузинские. Маслица вся. Не очень популярное местечко. Почти все, почти все свободно. 8 из 10 теста. А мяса еще не ест. Еще пока не попробовал. Артем нашел мясо наконец-то. Вот столько теста. Пошло пол чебурека. Сейчас попробуем. Сметанку сейчас принесут. Иди сюда, кусай вот это. Кирюша сфотографируй. Вот здесь встать. Нет, Гриш, не залезай. Просто можете постоять. Рядышком. Столько кафешек. Все в кафешках. Никаких музеев мы не встретили пока что. Но мы ищем. Вы тут красивые, да, улочки? Добрый день. Добрый день. Только что покушали. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо и вам. Ну что, столько здесь кафе. Все на улице стоят. Предлагают пройти, зайти. Что, сюда пойдем? Или там обойдем? Ух ты. Он, наверное, откуда-то прыгает. У него пиджак развивается в стороны. Здорово. Кстати, вот на этом шаре можно, ну не покататься, просто поднимается вверх, и сверху вы смотрите. Есть такая опция. Сейчас мы идем на мост мира. Вот сюда. Жарко тебе, маленький мой зайчик. Смотрите, как здесь красиво. Нам обязательно нужна фотография. Видите? Гриша там бегает, у нас один нормально, да? Все безопасно. Очень красиво. Гриша, я боюсь, не делай так, дай мне ручку. Посмотри, отсюда все видно, какая красота. А вон там, а, я хотела сказать, это город. Это дом юстиции. Вот он, смотри, как лепесточек. Вон он, видишь? С той стороны. Вот это что, президентский дворец? Гриша, ты чего сейчас упадешь, не кладешь? Не знаешь? Дай мне ручку. Очень красиво здесь. Здание Парламент? Не знаю, наверное, да, здание Парламент. Вот это дом юстиции, правильно или нет? Нет, он, он, вон тот, лепесток. А этот... Это, наверное, парк реки. Вот это вот, наверное, это он. Гришенька. Красиво очень. Все видно храмы, монастыри. Идем дальше, гуляем. Ой, сколько красивой стеклянной стены с лестницей. Это, походу, я участвовала в гонках. В ралли. Париж-Дакар. С продутыми колесами. Мы на площади Европы. Я фотографирую, стою в статую. А Кирилл с Артемом фотографируют машину. Кто что. Так, ну что, идем дальше. Артем купил коктейльчики молочные. Гриша, аккуратно, он холодненький. Давай, проходим. Очень красиво. Центр Тбилиси невероятно красивый. Каждый уголочек по-своему. Вот продают книжки. Старинные. Ребята, кто на третьей дачной на переходе проходил? Вообще помните, в городах раньше такие были? У нас прям в Саратове, я помню. Блин, я вот в свое время первую косметику вот так покупала. Тушь Лореаль. Тональный крем Лореаль. Вот в таких переходах. Так, мы приехали в торговый центр. Как называется? Плаза? Тем. Плаза. Плаза, да? Вот она. Рядом с площади Европы. Кальцедония. Что? Люцечия. А, это, наверное, косметика. Вот здесь им я дарил сертификат, да? Нет. Нет, не здесь? Дед Мороз. Нью-Йоркер. Никс. H&M. Пойдем в H&M. А там, наверное, внутри можно понять. Здесь где-то дети, а где-то взрослые. Что-то я только не поняла. 149 стоит вверх. И 149 брюки. Это 4,5 тысячи. Три. Ну да. И брючки. Ларе уже по 30. Когда мы приезжали, он был по 22. Сейчас 1 лар стоит 30 рублей. Вот здесь больше 3000 рублей кофта. Почти 4000, честно, переводить. В рубли. Шортики 35 лар. Костюмчики. Как у меня беленькая, только моя чуть-чуть длиннее. Так, покороче. 189. Почти 6000 рублей. 5. Ну, почти 6. На кжель, похоже. Здесь шорты или в классе? Так, меряем джинсы. Меряем и практически в них не влазим. Вот она, грузинская жизнь. После которой не влазишь в джинсы. Вкусная грузинская жизнь. Второй этаж тоже женщины. А, мы в том углу не были? А, вон мужчины. А дети выше. Куда опять делись дети? Очень большой магазин. Два этажа женской. Полэтажа мужской одежды. Еще этаж детский. Это пиджак из мужского отдела. И брюки, кстати, тоже. Такие яркие мужские цвета. Вот мужской костюмчик. Шорты. И что? Футболка. О, шорты, Майк. Вот такие хочу. Да, правда? Смотрите, в мужской коллекции. Такая футболочка. Гриша у нас обожает спанчбоба, Патрика. Еще вот такие рубашки есть. Вот такие. Одинаковые, что ли, не пойму. Видели, Кирилл сам выбрал, сам пошел, померил. Все, выбрал себе. Лук. Лучок. А твоя одежда где? Ты прям здесь переоделся? В смысле, Кирилл, ты не в примерочной переодевался? О, божечки. Кирилл, ты прям здесь переодевался? Кирилл, вон там, вон там. Примерочная вон там. Там, когда. Ага. Блин, а где маленькая? Пап, ты слышал? Кирилл там себе уже, пока ты выбираешь, Кирилл уже выбыл себе лучок. Это я беру, еще там красный мне понравился, он говорит. Это как бы что, подросток по имени Кирилл? Пошел, 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 смотри. Мерец крутой. Мерецкие носочки. Принглс. Хот-доги. Пиццы. И так далее. Бежевый был лучше костюм. Красный как будто тебе по наследству достался. Покажи спину. Чуть все же великого. Оверсайз, да? Ну там Аксесс надо посмотреть, разбор. О, ну это вообще. Мерим платье. Вон тут мягкое, как хлопок. Не знаю, что-то я думаю. Цвет красивый. Поднимаемся на третий этаж Эчендема. Здесь у нас дети. Девочки, как всегда, огромное количество. И немножко мальчиков. Девочек, как всегда, куча. Я просто обожаю детский Эчендем. Он такой красивый. Самые красивые, современные, крутые вещи. Супер-пупер. Только вот эта толстовка с начесом. Начес я не очень люблю. Детский просто космос. Классные вещи. Большой торговый центр, кстати говоря. Смотрите, как Айфилева башня стоит. Справа. Наверху. Угу. Это телерадио. Крикул. Ребятки, мы дома. Без ног. Просто отходили все ноги пешком. Решили ужин сделать дома. Ужин и завтрак. В общем, у нас здесь нет плиты. У нас есть микроволновка. Мы решили приготовить сосисоны. Вот такие взяли. Были. Гудвилл называется магазин. Мне кажется, в Батуми он тоже есть. Взяли сырок на завтрак. Ну, что-то по акции вообще 13 лари был. Кукурузу Кирюха себе взял. Это мы взяли вообще до 12-го числа. Хотели отложить 12-го Артема день рождения. Но, может быть, и раньше скушаем. Тоже какая-то акция. Там 10 или 12 лари. Кофе взяли. Остальное с собой заберем. Жакей. Раньше брали ирландские сливки. А теперь вот еще есть баварский шоколад. Так. Семечки. Батончик. Какой-то супер бездрожжевой. Две бутылки минералочки. Сок. И еще взяли фруктики. Это сыр косичка, который Гриша не стал есть. Груша. Киви. Сейчас порежу, помою. Апельсинчики. И яблочки. Хочу закончить этот влог. На прекрасной ноте. Я обещала вам показать вечерний вид из окна. Он просто шикарный. Я сам буду показывать. У нас там соседи, кстати, балкончик открыли. Я их вижу. Вон они чемодан собирают. Вот. Тепло на улице. Шикарная погода. Это башня, к которой мы сейчас приезжали. Останкино. Ну и так я назвала ее. Просто сказка. Причем дорогие отели находятся обычно. Вот Мариотт и Хилтон. Они с той стороны находятся. Не знаю, какой у них вид. Но из этого отеля вид просто шикарный. Я вам оставлю в комментариях ссылку на букинги. Вот. Безвозмездно. Отель мне ничего за это не платил. Даже ничего не подарил. Просто реально классный отель. Классный вид. Все нам нравится. Так что буду на этой прекрасной ноте с вами прощаться. Завтра будет новый влог. Обязательно будем снимать. Будем еще в разных местах. Всем до завтра. Всем хорошего, отличного дня. Увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok